В 30-е годы многие военные Презрительно называли это оружие полицейским, но в результате оно стало самым массовым боевым средством Второй мировой войны. Были выпущены миллионы экземпляров. Рассказ о пистолетах-пулеметах в фильме «Оружие». Опытные образцы пистолетов-пулеметов появились в Италии и Германии во время Первой мировой войны. Родились они по причине нехватки в армиях этих государств легких ручных пулеметов. Способствовали этому и неудобства, которые выявились при эксплуатации станковых пулеметов в горной местности. Больше других довелось воевать в горах итальянцев. До самого конца войны их армия была лишена такого мощного огневого средства, как ручной пулемет. Поэтому не случайно, что первый образец пистолета-пулемета появился именно в Италии. Он был создан в 1915 году и выпускался фирмой «Вилар Пероза». Это была очень своеобразная конструкция. Она имела два ствола калибра 9 мм, лишенных приклада и опиравшихся на раздвижные сошки. Устройство этого 9-килограммового пистолета-пулемета было рассчитано в основном на использование в качестве позиционного оружия. «Вилар Пероза» стрелял пистолетными патронами со скоростью пулемета, из-за чего, собственно, и получил название «Весь этот класс оружия». Первый же немецкий пистолет-пулемет МП-18, разработанный в конце Первой мировой войны знаменитым оружейником Гуго Шмайсером, стал эталоном для подражания многими конструкторами и производителями. Принцип действия автоматики МП-18, отдача свободного затвора, стал классическим для всех последующих образцов пистолетов-пулеметов. Использование этого боевого средства в Первую мировую войну имело очень ограниченные масштабы. Из-за позднего появления в действующей армии не удалось выработать никаких тактических приемов применения пистолетов-пулеметов. Как у итальянцев, так и у немцев господствовал один прием. Сидя в траншее, поливать огнем атакующую вражескую пехоту. Все это не позволило пистолетам-пулеметам занять достойное место в системе вооружений армии мира в 20-е годы. В Советском Союзе сложилась похожая ситуация. Руководители Красной Армии, отвечавшие за ее вооружение, в большинстве своем вообще не верили в саму возможность применения этого оружия в полевых условиях. Они называли пистолеты-пулеметы оружием жандармов, главным предназначением которого был разгон безоружных демонстрантов. В таких условиях ведение опытно-конструкторских работ, связанных с новым видом стрелкового оружия, было лишено перспективы. Свою ошибку красные командиры осознали значительно позже. И все-таки работы над новым видом стрелкового оружия в Советском Союзе шли в инициативном порядке. У нас в Советском Союзе это оружие впервые начал разрабатывать конструктор Токарев в 1927 году. Но наибольших успехов в деле создания пистолета-пулемета, опять же, достиг Василий Алексеевич Дегтяревов. Он разработал вот такой пистолет-пулемет, который назывался ППД. Существало несколько вариантов его, несколько версий, несколько образцов. Первый ППД, пистолет-пулемет Дегтярева, был создан под пистолетный патрон Маузера калибра 7,62 мм. В пользу выбора этого патрона говорило то, что он использовался и в принятом на вооружении Красной Армии пистолете ТТ. Таким образом упрощалось снабжение войск боеприпасами, а стволы можно было изготавливать на одном и том же технологическом оборудовании. В 1930 году опытный образец прошел предварительный этап полигонных испытаний, однако в связи с некоторыми недоработками, а также общим недоверием командования РКК к такому оружию, проект закрыли. Дегтярев продолжил работы самостоятельно. И через 4 года модифицированная версия, получившая обозначение ППД-34, все-таки была принята на вооружение. Пистолет-пулемет выпускался малыми партиями. В феврале 1939 года Наркомат обороны предложил руководству страны прекратить производство ППД-34 и изъять это вооружение из войск. Своё предложение военные мотивировали тем, что, по их мнению, пистолет-пулемет был оружием малоэффективным и мог иметь лишь ограниченное применение. В результате пистолеты-пулеметы были сданы на склады, однако их производство было сохранено для удовлетворения потребностей пограничных войск НКВД. ППД-34. Пистолет-пулемет системы Дегтярева образца 1934 года. Калибр 7,62 мм. Длина 78 см. Вес в боевом положении 4,5 кг. Ёмкость магазина 25 патронов. Прицельная дальность 500 метров. Практическая скорострельность 100-120 выстрелов в минуту. Впервые с губительным огнём вражеских пистолетов-пулемётов красноармейцы столкнулись в ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов. Оказалось, что этот вид стрелкового оружия широко применяется в армии Финляндии. Так называемое оружие жандармов имело неплохую дальность и плотность ведения огня, благодаря чему в ближнем бою создавались сплошные зоны поражения. Под впечатлением действия финских автоматчиков, вооружённых пистолетами-пулемётами Суоми, командование Красной Армии задействовало все хранившиеся на складах ППД-34 и организовало доставку самолётами на фронт пистолетов-пулемётов, находившихся на вооружении у пограничников. Производство же ППД-34 было увеличено втрое. Пистолет-пулемёт Суоми находился на вооружении армии Финляндии до начала 1990-х годов. Широкое и успешное применение финскими солдатами пистолетов-пулемётов заставило руководство Красной Армии изменить своё отношение к этому виду стрелкового оружия. Военным стало ясно, что в будущей войне пистолеты-пулемёты сыграют решающую роль, будучи основным огневым средством пехотинца. Зимой 1940 года, по личному указанию Сталина, Дегтярёв модернизировал ППД-34. Оружие получило магазин дисковой формы, как у финского пистолета-пулемёта Суоми. Новый ППД-40 был запущен в производство в феврале 1940 года. К началу Великой Отечественной войны на вооружение частей Красной Армии и НКВД поступило около 90 тысяч этих пистолетов-пулемётов. Массовое производство ППД-40 было затруднено тем, что его детали имели сложную конфигурацию и требовали большого объёма механической обработки. Для этого использовалось высокотехнологичное оборудование. Удешевить производство никак не удавалось. В связи с этим возникла острая необходимость срочно завершить работы над опытными моделями пистолетов-пулемётов, улучшить их боевые характеристики, сделать простыми и дешёвыми в производстве. В конце ноября 1940 года на испытание было представлено два новых образца пистолетов-пулемётов конструкторов «Шпагина» и «Шпитального». В результате предпочтение было отдано «Шпагинскому» оружию. С самого начала конструктор задался целью создать предельно простое и дешёвое автоматическое оружие. Но как это сделать? У «Шпагина» родилась смелая мысль. Путь к удешевлению производства лежит через такие технологические операции, как штамповка и сварка. «Шпагин» Георгий Семёнович. Выдающийся конструктор стрелкового оружия. Герой социалистического труда. Годы жизни 1897-1952. Окончил трёхклассную сельскую школу. Работал слесарем на оружейно-пулемётном заводе. Принимал участие в создании различных образцов автоматического оружия. Опытный образец «Шпагинского» пистолета-пулемёта поразил специалистов оригинальностью своей конструкции. Для того, чтобы эффективность стрельбы из этого оружия была выше, чем из ППД, конструктор предложил следующее. Для того, чтобы стрелок не обжигал огорячий ствол руки, он закрыл ствол таким кожухом, тоже с овальными окнами. Но дольную часть этого кожуха он расположил под углом. В результате чего при выстреле происходило следующее. Пороховые газы ударяли вот сюда, в угол этого кожуха затвора. И, так сказать, опускали как бы ствол. Потому что при стрельбе автоматически пистолет-пулемёт постоянно стремился задрать ствол. Во время испытаний из пистолета-пулемёта «Шпагина» было произведено 30 тысяч выстрелов без потери его боевых качеств. Он работал при сильном загрязнении, при полном отсутствии смазки, в любых погодных условиях. Высшая надёжность объяснялась в первую очередь простотой конструкции. Узлы и детали ППШ изначально проектировались таким образом, чтобы их можно было производить на любом механическом заводе. Большинство деталей изготавливалось штамповкой из дешёвых материалов. Методом механической обработки на металлорежущих станках производился только ствол. Разобрать и собрать пистолет-пулемёт можно без отвертки. В нём нет ни одного винтового соединения. ППШ-41. Пистолет-пулемёт системы «Шпагина» образца 1941 года. Калибр 7,62 мм. Длина 84 см. Вес в боевом положении 5,3 кг. Ёмкость магазина 71,35 патронов. Прицельная дальность 100-200 метров. Практическая скорострельность – до 100 выстрелов в минуту. По приказу Наркома вооружения была произведена технологическая оценка ППД и ППШ. Оказалось, что трудоёмкость «Шпагинского» образца была вдвое меньше, чем «Дегтярёвского». В том, что это качество оказалось решающим, советским военным специалистам пришлось убедиться очень скоро. Первые же бои Великой Отечественной показали, что пистолеты-пулемёты «Шпагина» являются незаменимым оружием пехоты. О боевом пути знаменитого ППШ в следующем фильме «Оружие». Продолжение следует...